Привет, друзья! Сегодня мне в голову пришла очень интересная мысль, а что если попробовать сделать йогурт домашний обезжиренный? В качестве закваски буду использовать свой домашний йогурт собственного приготовления, а готовить буду из магазинного молока жирностью 2,5 процента. Скептики скажут, ну что это за безжиренный йогурт, в котором 2,5 процента жирности? Так вот в том-то и вся фишка. Добавляем сюда 250 грамм воды. Ну перемешать закваску можно было бы конечно и ложкой, но я как истинный экспериментатор делаю это мощным блендером. И наконец добавляем сюда молоко. Ну здесь уже блендер не нужен, тут просто перемешиваем ложки. Полученную смесь заливаем в стаканы и и теперь помещаем стаканчики с молоком из закваски в йогуртницу. Накрываем ее и выбираем программу. Ну что ж, йогурт из обезжиренного молока у нас получился. Сейчас мы его попробуем. Технологический процесс полностью закончился. В 8 часов шло заквашивание в йогуртнице, затем 5 часов йогурт созревал в холодильнике. И сейчас он полностью готов. Конечно это было не настоящее обезжиренное молоко, которое делают в производственных условиях, а просто молоко разбавленное, но тем не менее, как видите, этот йогурт, ну фактически это как питьевой вот такой он получился. Йогурт, наверное, 1,2 процента жирности, потому что я брал 2 процентное молоко и разбавлял его один к одному. И вот если сейчас сюда добавить замечательные ягодки свежие, я вот добавляю малину, у нас получится просто великолепный питьевой йогурт с целой ягодой. Вкусный, полезный диетический йогурт со свежими фруктами, ягодами, приготовленными в домашних условиях. Это оказывается возможно. Поэтому теперь на вопрос одного из моих подписчиков, можно ли в домашних условиях готовить йогурт с более низким содержанием жиров. Я могу спокойно сказать, да, это действительно возможно. Приятного аппетита, друзья!